Кинозвезда Шестой фильм из серии «Обитель зла» все еще остается самой прибыльной франшизой по мотивам видеоигры. Общие сборы по результатам пяти фильмов составляют около 900 миллионов долларов. Шестая часть, обозначенная как «Обитель зла» последняя глава, должна стать финальной точкой в этой истории и, очевидно, позволит сумме сборов перевалить за миллиард. Изначально Пол Андерсон собирался снимать пятый и шестой фильмы параллельно. Возможно, это было бы лучшим выходом, чем получилось в итоге из-за беременности исполнительницы главной роли съемки отложились на несколько месяцев. И релиз, несколько раз менявший даты и назначенный в итоге на осень 2016 года, снова отложился. Главную роль в первом фильме исполнила блистательная Мила Йобович. Несмотря на то, что ее персонаж не имел игрового прототипа, Элис приобрела широкую известность и стала знаковым персонажем для серии. Во всех последующих частях Элис также являлась главным протагогонистом. Кроме Милы, в фильмах засветились многие другие не такие яркие, но неизменно хорошие актеры. В их числе Одет Ферр, Карлос Оливейра, Йон Гленн, Сэм Айзекон и другие. Ли Бинбин, Ада Вонг и еще много хороших актеров. Сюжет серии разворачивается вокруг корпорации Амбрелла, в недрах которой был создан вирус, оживляющий мертвых и вышедший из-под контроля. По ходу истории, зараза, изначально зародившаяся в подземном городе лабораторий, распространяется по планете. Захватывая все больше пространства, вирус приводит практически к полному вымиранию человечества. Элис, ведущая борьбу с Амбреллой, находит и теряет в этой войне союзников, развивает свет человеческие способности, данные ей вирусом. А на момент финала пятой части встречается с председателем Амбреллы Альбертом Вескером, который потерял власть над своим детищем и стал невольным союзником главной героини. Главную роль в киноленте по-прежнему играет Мила Йовович. Она все так же воплощает боевую и прекрасную Элис, противостоящую толпам монстров. Компанию ей составляют Вентфорд Миллер и Эли Лартер, исполняющие роли Криса и Клэр Редхилдов. Также, вероятно, в истории снова появится девушка-спецназовец Рейн в исполнении Мишель Родригес. А вот о наличии в сюжете Джилл Валентон Мила Йовович ответила в Твиттере. Ее в шестом фильме не будет. Ожидается появление и других ярких персонажей, известных по предыдущим частям. В частности, финал пятой части однозначно намекал на то, что в сюжете будут задействованы прекрасная шпионка Ада Вонг в исполнении китайской актрисы, а также Альберт Вескер, сыгранным ранее Шоном Робертсом. Конец пятого фильма оставил Элис и ее людей накануне последней битвы. Впереди сражение с Красной Королевой, искусственным интеллектом, с которым мы познакомились еще в первой части. Цель Королевы уничтожить немногочисленные остатки уцелевшего человечества. Кроме того, нашим героям предстоит спасти захваченных соратников брата и сестру Рекли. Смотрите «Обить из лавки» на Театре «Звезда» с 16 февраля. Меня зовут Элис. Я убегаю. Убиваю. И так всю жизнь. Мы собрались сегодня, чтобы решить судьбу человечества. Назначить дату конца света. Все закончится здесь. Больше некуда бежать. Элис, через 48 часов человечество перестанет существовать. Но ты можешь избавить людей от страданий. Почему я должна тебе верить? Ты получишь то, о чем всегда мечтала. Отмщение. У корпорации есть антивирус, который можно распространить через воздух. Нужно добраться до Улия. Это наш последний шанс. Они что-то готовят. Нечто масштабное. Боже. Они привели армию живых мертвецов. Что будем делать? Убьем всех до последнего. Вперед. Сжечь их. Нужно было тебя убить еще в Вашингтоне. Да, стоило бы. Покончим с этим. Элис! Я остановлю корпорацию Амбрелла. Любой ценой. За нами следят. Уверена? На сто процентов. Бежим. Обитель зла. Последняя глава. Сейчас на телеканале Интекс.Реклама. Она будет короткая. Не переключайтесь. Сразу же после рекламы я вам расскажу о комедии «Гуляй, Вася». Вторая картина, о которой я вам расскажу в выпуске – комедия «Гуляй, Вася». Бедный Митя влип по полной. Случайно сделал предложение, а отец девушки как будто только этого и ждал. Тут же назначил дату свадьбы. Все бы ничего, да только Митя уже женат. Он возвращается в свой город, чтобы экстренно развестись. Но Василиса или просто Вася, с которой они давно не живут – циничная стерва. И за развод придется побороться. Простейший способ ускорить процесс – предъявить первую попавшуюся невесту. Кто же знал, что у нее имеется настоящий жених – местный качок. Окончательно все запутывается, когда разруливать ситуацию берутся бывшие одноклассники Митти, подкаблучник Паша и аферист Гарик. «Гуляй, Вася» – новая комедия романа Каримова. Многим известного по картинам «Все и сразу» и «Неадекватные люди». Что можно сказать о режиссере после просмотра фильма? Определенно. Каримов – мастер комедии, мастер драмы и мастер закручивания интриги. Смешной сюжет? Есть. Смех из-за нелепой ситуации? Есть. Смех основан на характерах персонажей и их взаимодействий? Более чем. А характеры, как обычно у Каримова, колоритные. Есть и карикатурная, вроде тупого боксера или гламурной дурочки. Есть и «Неадекватная» в лице друзей главного героя. И сам главный герой. Довольно уравновешенный персонаж, за чью реакция на остальных будет интересно наблюдать. Причислять можно долго. Самое главное – они взаимодействуют. И в этом взаимодействии кроется львиная доля юмора. Герои все как на подбор. Красивые и всех режиссер показывает крупным планом. Смотреть неимоверно приятно. Плюс еще и картина, насыщенная яркими и вкусными красками, что вскрывает блестящую операторскую работу. Многим актерам, по-видимому, рекомендовали вести себя естественно, с чем они прекрасно справились. Правда, главный герой Ефим Петрунин тонет в харизме остальных персонажей. Невероятно сексуальной любови Аксеновой, сыгравшей саму Васю. Романа Курцина, того самого боксера, неудачно формулирующего свои мысли. Светлой и легкой Софьи Ройзман, безбашенных Бориса, Дергачева и Сергея Оброскина. В определенный момент этим чуть-чуть не тычут нам в лицо, показывая продолжительную сцену с вышеперечисленными персонажами. И их историями нас резко перенесут главному герою. И станет понятно, что его история, вокруг которой и крутится основная интрига, не так уж интересна. Сюжет прост, к середине начинаешь понимать, чем все закончится, но с невероятным интересом ждешь. Как же Каримов сможет подвести нас к этому финалу? Довольными останутся все, и кто хочет просто отдохнуть, и кто хочет посмотреть смешную комедию. Действие в основном происходит в деревушке, и Каримов снова прекрасно воссоздает соответствующую атмосферу. Что интересно, шутить начинает с самого начала. Сразу же выдавая неподготовленному зрителю порцию отменных юмористических сцен. Герои, как обычно, проворачивают аферу. В итоге все плохие получают по заслугам, не забывая по пути повеселить зрителя. Хоть по сюжету все собрались по-русски выпить, а парочка персонажей даже превышает дозу, но алка юмора почти нет. Расставить все на свои места и нагнать прекрасную драму у Каримова получилось. И без помощи исполнения героями песни Натали. Смотрите комедию «Гуляй, Вася» в кинотеатре «Звезда» с 16 февраля. Привет. Вась, мне нужен развод. Нет. Я понимаю, это глупо звучит, конечно, просто в соседнем зале сидит моя бывшая. Хорошо, она не дает мне развод. А пока нет невесты. Нет развода. Притворитесь моей невестой. Ася, очень приятно. Можем разводиться? Куда ты торопишься? Давай устроим вечеринку в честь нашего развода. На этих выходных отрываемся как надо. Водка, баня, все дела. Я тебя не отпускаю. Все, Паш, либо он, либо я. Прямо сейчас. Ты еще думаешь? Я ничего не думал, ни секунды даже. Нужна твоя помощь еще буквально на одну ночь. Чего вы на меня так смотрите? Как будто покойника увидели, я их богу. Я, походу, его и увидел. А это кто? Как бы парень мой. Ты извини, я тебя перебил, что-то хотел искать. Братом ее будешь. Брат. Жены этой. Ну, невесты. Мужа. Условия такие. Хочешь или не хочешь, приезжайте к нам. А вы, сударь, сейчас не нажрете? Я свою норму знаю. Вы с собой враг, коля, я бессмертный. Да я что-то упал. Вам не кажется, что это далеко как-то зашло? То есть ты ему платишь за меня? Это же угар. Получим деньги, решим все наши финансовые проблемы. Ну, может, не все, там, частично как-то. Все решим финансовые проблемы. Носи депозит. Она что-то подозревает? Это неудивительно с твоей актерской игрой. Просто ты не представляешь, как трудно в тебя влюбиться. Отношение это работа на самим собой, считай. Это мини-пио? Мой пио. Макс, ты так и не покормил свиней? А что? Он и пол носа откусил. Ну, подорожник пусть приложит. Какой подорожник? У него кровища течет. Да нехай тут все трогать везде. Вы смотрели на телеканале Интекс программу Кинозвезда. С вами был Евгений Гурин. Всем пока.